Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня отвечу на самые популярные вопросы по поводу нашумевшей ситуации в стране, по поводу коронавируса, вообще кто теряет работу, что делать, если мы остаёмся дома, на какие права и что может изыскать от этого иностранец, который проживает на территории Польши. Если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. Конечно же в связи с ситуацией многие теряют работу и данная проблема вызывает у большинства людей хаос и панику, что же делать. То есть если этот месяц ещё реально прожить, то что будет в следующем месяце и как долго это затянется. Сейчас начались проблемы происходить в связи с тем, что закрывают границы и многие на основании этого начали зарабатывать деньги. К сожалению, у нас так устроено всегда, что на чужом горе кто-то зарабатывает и кто-то тратит деньги. Ну что ж, либо с этим мы свыкаемся, либо нет. Но меня одно удивляет, зачем многие выезжают домой, если и так говорят, что там не на что жить, и зачем тогда везут этот вирус к себе домой, тем более медицина, например, в Украине не так уж сильно хорошо развита и не подготовлена к этому вирусу. Но я эту тему не буду трогать и не буду её как-то раздувать, потому что у каждого своё мнение по этому поводу. Я лучше вам расскажу, какие у нас есть возможности у тех людей, которые остались здесь на территории Польши и какие мы имеем права по поводу нашей заработной платы, если мы трудоустроены легально на территории Польши. Итак, первое, если вы трудоустроены на гражданско-правовом договоре. Конечно, это самый не из лучших договоров, это умов возлицения, либо умов отдела, но здесь есть свои нюансы. Если вы трудоустроены на умове отдела, то, к сожалению, у вас вообще минимум есть каких-то шансов, чтобы вернуть свою заработную плату, то есть, чтобы вам выплатили вашу заработную плату. Поэтому многих из вас отправляют домой, и вы сидите за это бесплатно. Многие, конечно же, находят работу, подработки, и в связи с этим зарабатывают деньги. Умова опрация и умова взлицения практически ничем не отличаются. То есть, там есть некоторые нюансы, которые, конечно же, умова опрация выигрывает во многом, но в умове взлицения есть такие защилки, как защилок хоробовый, так и защилок здравотный. Так вот, если защилок здравотный платится в обязательном порядке, то защилок хоробовый, он добровольный. То есть, вы сами решаете, хотите вы его оплачивать или нет. Так вот, те люди, которые подписывают договор и соглашаются оплачивать защилок хоробовый, даже если вы не болеете, то после 90 дней вы можете воспользоваться тем, что, когда вы идете на Л4, вам работодатель платит 80% от средней годовой вашей заработной платы пропорционально тем дням, которые вы не можете выйти на работу. Что такое защилок хоробовый и что такое защилок здравотный? Это оплаты в страховой взнос. То есть, простым языком, если так рассказать, те люди, которые оплачивают защилок здравотный, они могут идти к больницу, либо же в поликлинику, бесплатно там обслуживаться, бесплатно проходить каких-то врачей. И если врач выставляет работнику Л4, то есть это извольнение с працев в связи с тем, что вы больны, вы приходите домой и сидите дома на неоплачивом таком отпуске, больничном, на неоплачивом больничном. А вот те люди, которые платят защилок хоробовый, они точно так же ходят в больницу, точно так же они могут обслуживаться в поликлиниках и больницах бесплатно. Но если врач им выставляет Л4, извольнение с працев, то есть больничный, то эти люди, сидя дома, получают еще 80% от заработной платы. Так как государство приняло сейчас о том, что все садики, школы будут закрыты, также некоторые заклады працев, можно сказать, также некоторые предприятия, где массово идет скопление, рестораны, отели, все это закрывают, в этом периоде пострадает, конечно же, очень сильно малый бизнес. Но и большинство людей, к сожалению, работают сейчас в хом-офис, то есть на домашнем таком, можно сказать, онлайн работают. А те люди, которые не могут работать онлайн и оплачивают защилок хоробовый, и, например, и остались со своими детьми дома, то они могут заложить такой вынесок на додатковый защилок опекунжи. То есть если у вас есть ребенок, и вы остались без работы, либо же вы должны были, можно так, заразыгновать с працей, то есть отказаться от работы, в связи с тем, что некому больше сидеть дома с ребенком. Поэтому вы можете подать такой вынесок своему работодателю, я объясню потом немножко позже, более детально об этом, и тогда уже ЗУЗ будет вам выплачивать за 80% от вашей заработной платы. Что же касается людей, которые находятся на умове працы, то здесь намного все проще, вы либо же можете взять отпуск за эти дни, то есть вам 100% заплатят, вы будете сидеть дома, либо же уйти в неоплачиваемый отпуск, то есть взять отпуск за свой счет, либо же пойти на звольнение, то есть L4, сейчас, в принципе, придя в больницу, сказать, что вы кашляете, плохо себя чувствуете и так далее, и вам могут выписать L4, и на умове працы вам работодатель будет оплачивать 80% от вашей заработной платы. Но и если у вас есть дети, тогда вы можете просто оформить додатковый защилок опекунши и сидеть дома с ребенком, при этом вы не обязаны работать, и страховая вам будет оплачивать 80% от вашей заработной платы, как я вам сказала и ранее. Теперь давайте поговорим более детально о дополнительном защилке опекунши. Его могут подать все те, кто работает на умове працы, либо же на умове слицения, если вы оплачиваете защилок хоробовой, и которая была оплачена в последние 90 дней. Вы можете написать внесок и отдать своему работодателю. Вы также можете написать такой внесок и отдать своему работодателю даже после того, когда мы выйдем уже на работу, то есть это пускай будет конец марта, начало апреля. Вроде бы, как я читала, по закону вы можете даже в течение года подать такой внесок, чтобы работодатель на вас отправил этот внесок уже в ЗУС, и ЗУС потом вам выплатил. Если вам не с кем оставить ребенка, то один из родителей может воспользоваться дополнительным таким защилком для детей до 8 лет. Как я вам и сказала, защилок опекунша будет выплачиваться ЗУСом, неработодателем 80% за каждый ваш день, который вы не сможете выйти на работу. Также, если вы ведете свою деятельность и не можете выйти на работу, а вам нужно будет остаться с ребенком, и у вас ребенок до 8 лет, тогда вы можете заполнить декларацию ЗАС-36, а также ЗУС З3А. Я вам все это напишу либо здесь, либо в инфобоксе, и те, кто имеет свою деятельность, вы должны отдать эту декларацию самостоятельно в ЗУС. Если же у вас есть электронная подпись, и вы зарегистрированы на сайте ПУЭА ЗУС, то вы можете это все сделать электронно, то есть вам не нужно никуда это ходить, вы просто заполняете в нюансах ошвечения, такое о том, что вы берете дополнительный защилок опекунши и отправляете при помощи электронной подписи в одно из отделений ЗУС через систему ПУЭА ЗУС. Всю информацию я вам оставлю в инфобоксе, а также ссылочки и примеры ошвечениях, которые можно написать, где скачать их на главную страницу ЗУС. Я вам все это оставлю, вы сможете без проблем скачать, заполнить, там нет ничего сложного. Там в основном данные одного из родителей, а также ребенка, плюс информация о том, брали ли вы перед этим защилок опекунши или не брали, и на какой период вы хотите ним воспользоваться. Что касается выезда и въезда на территорию Польши, то сейчас выглядит ситуация так, что каждый иностранец может выехать обратно к себе домой, но после 16 числа, после 16 марта каждый иностранец должен просидеть дома под карантином, можно так сказать, две недели. На данный момент, по данным информации, границы закрыли на 10 дней. Также я знаю, что Украина создала такое специальное товаришество «Друг», при помощи которого можно написать туда, и вам помогут выехать домой, вернуться к себе домой. Я вам также оставлю ссылку в инфобоксе, я не сильно детально узнавала, что это и как это работает, но кому это интересно, вы можете прочитать. Дальше. Если люди, которые хотят вернуться обратно в Польшу, приехать, вы можете тоже, но если вы состоите в браке с гражданином Польши, если дети являются от гражданина Польши, далее, если у вас есть разрешение на работу, тогда вы тоже можете вернуться в Польшу, но при этом вы должны иметь визу. То есть, если у вас биометрический паспорт, например, и просто разрешение на руках, к сожалению, вас не пустят, вас развернут обратно. Также водители с международными перевозками, которые ездят по странам, вас также могут пропустить в Польшу. Ну и все те, кто имеет карту побыта, карту поляка, а также карту часовеку побыту, карту столового побыта, вы все можете вернуться на территорию Польши, но также вы должны соблюдать режим. После возврата в Польшу вы должны пробовать 14 дней дома на карантине. Что касается выезда иностранцев к себе домой, то да, сейчас невозможно дозвониться в консульство, к сожалению, но многие люди просто садятся на автобусы, потому что сейчас подкрывали еще дополнительные рейсы на автобусах, которые довозят до границы, а там кого-то уже встречают, переходят. Если честно, я смотрю в интернете тоже разные новости, и смотрю, как люди снимают, какие очередя там, вот как раз вот в тех очередях и можно получить тот вирус, как-то его, потому что люди стоят всю ночь на холодном воздухе. Сейчас у нас не лето, к сожалению, и, конечно же, ночью очень холодно, поэтому вероятность то, что вы заболеете, намного больше, нежели бы вы бы отсиделись дома. Я, конечно, с другой стороны понимаю людей, что некоторым не за что здесь жить, не за что быть, но работа для многих есть еще, так как магазины работают, склады также работают, аптеки работают, поэтому найти работу есть, если вам, конечно же, сделают разрешение на работу. Но я смотрю, что сейчас выходят объявления, где берут людей даже на месяц по биометрии, либо же на 20 дней, просто потому что, наверное, сейчас уже не хватает рук на выкладку товара в супермаркете, потому что так как люди скупляют очень сильно и очень быстро все, то просто работники супермаркета не успеваются выкладывать на полки, поэтому ищут дополнительную такую помощь, дополнительные руки. Поэтому посмотрите в интернете, работа есть, для тех, кто ищет, тот всегда находит ее. Я вас очень прошу не паниковать, немножко успокоиться, глубокий сделать вдох-выдох, все это все равно рано или поздно пройдет, нужно просто переждать это и логически думать. Еще я хочу вам также напомнить, что для людей, тех, кто не подался на карту временного опыта, заканчивается виза, либо биометрия, правительство не будет закрывать глаза, и если вы не будете находиться в территории Польши легально, то вас просто навсего депортируют. Если же вы хотите подать на карту временного опыта, то вы знаете, что ужин-то сейчас по делам иностранцев тоже закрытый. Единственным вариантом это собирать полностью весь пакет документов и отправлять его заказным письмом, почтой. Почта сейчас тоже еще работает, поэтому просто заказным письмом отправляете, чтобы вам пришла такая бумажка, повещение о том, что ужин принял ваши документы, и вы тогда уже можете находиться здесь легально. Меня многие даже спрашивают, как оплатить карту временного опыта. На каждом сайте каждого воеводства есть реквизиты, куда нужно вплатить за карту временного опыта. У многих из нас есть счета банковские, и вы просто делаете переводы, распечатываете подтверждение перевода и прикрепляете его к вашему пакету документов. Поэтому никаких сложностей здесь не должно быть тоже. На этом у меня, в принципе, и все. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу коронавируса или по поводу работы на территории Польши, а также здесь легализация, оставляйте ваши комментарии. Будьте здоровы, не болейте, ну и прислушивайтесь к тому, что говорит государство. Поверьте мне, оно не хочет сделать нам хуже, оно хочет сделать нам лучше, и хочет также, чтобы побыстрее мы вышли уже и вернулись к нашим работам, потому что финансовый кризис, к сожалению, коснется каждого. Спасибо, что сегодня были вместе со мной, а мы с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok